Несмотря на морозную погоду на улице, в Доме культуры села Максимовщина сегодня было очень жарко. Где ваша бригада? У меня ребенок после больницы, после пневмонии. Я также с вами заключила договор. Договор заключила? 63 тысячи за электроэнергию надо было. То есть за подключение света я должна ждать. Администрация почему молчит? Потом вы скажете, что я отказывала своего ребенка по вашей ситуации. Не вы будете дать обучать, а я. Недовольство жителей села можно понять. Им почти сутки пришлось провести в своих домах в 40-градусный мороз без электричества. Отключение произошло накануне. Были обесточены частично сразу два села – Максимовщина и Мамоны. Свет отключают регулярно, несмотря на морозы. Вчера мы у нас отключили с вечера. У нас фаза сгорела, не было напряжения. У нас вообще полностью полы не работали. Мы остались в 40-градусный мороз без отопления. Пока морозы в регионе по-прежнему держат всех в напряжении. И есть вероятность повторного отключения. На встречу с людьми приехали представители районной администрации, а главное – энергетики. У людей много вопросов о причинах перебоев с электричеством, пиковых нагрузках, перерасчетах. Причина – это в первую очередь, что сильные морозы. И сейчас новое строительство домов, непредусмотренные печки. Все электрическое. Ну и за счет этого электрическое. Ну не вытянули трансформаторы. В селе ежегодно, как грибы, после летнего дождя вырастают новые дома. Вот только электроподстанции не рассчитаны на такое активное заселение и нагрузку. Пройдя по одной из новых улиц села Максимовщина, вы не увидите ни одного дымохода, так как дома здесь куплены в основном в ипотеку. А условия кредитования не позволяют установку твердотопливных котлов. Алексей Смирнов как раз из тех, кто приобрел квадратные метры в кредит. На его дом положено 15 киловатт. Вот только за последние полгода он не припомнит, когда ему поставляли такую мощность. Я плачу деньги, они не спрашивают, где я их беру, да, за потребляемую энергию. Я не превышаю, то есть у меня 15 киловатт есть, но они мне поставляют не в полном объеме. Энергетики о проблеме знают. Обещают, что ни одно обращение не останется без внимания. А в том, что своевременно и оперативно не было подано электричество, связывают с неотлаженным взаимодействием от потребителя до поставщика. Основная причина, скорее всего, в информировании, то есть не прохождение информации, то есть не поступление информации до, например, диспетчера, значит, филиала. Либо через сервисный центр недостоверная информация там часть проходила. Все собранные предложения жителей будут обработаны и представлены главе региона в виде конкретных планов для дальнейших их реализации. Будет план вырабатываться по, наверное, скорее всего, уже в летний сезон. Это подстанции нового строительства и замена трансформаторов. Самое главное. Сегодня выездная группа работает в Марково. В пятницу по плану Грановщина и соседние деревни. Корлук, Мегет, Хомутово, Куда и Моты. О каждой встрече жители проинформируют заранее. Кроме того, энергетики напоминают, что получить достоверную информацию об отключениях можно на официальном сайте поставщика. Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.